салютенцы и дорогие друзья с вами лурлимур и добро пожаловать на рубрику интересные проекты space engineers вчера должно было выйти это видео но к сожалению из-за технических неполадок у меня это не получилось сделать но сегодня я вам все представлю и все расскажу говорится у нас очень интересный проект сегодня нет это уже не краны но это кое-что очень полезное для некоторых в режиме выживать он очень любопытный этот проект потому что есть очень много клонов но и не только клонов очень много вариаций подобных станций а сегодня станция ведь пойдет о станции много вариаций этого каким образом вот в одно время это в моду вошло я специально не делал обзоры на такие станции потому что считал что ну как то вот что-то в нем в них не так и вот сегодня я считаю что нас тут настало время чтобы научить о всех и не только научить но и рассказать о том как добывать ресурсы еще одним способом ну что же давайте посмотрим что это за проект и так у нас вот такая вот станция думаю вы в курсе что особенно летом кстати пошел такой бум ставили станции на которых находим в которых находился контейнер сверху ротор и конвейеры поршни поршни и бур данная конструкция вырывала вокруг себя довольно большую территорию она рыла не только в ширину и в глубь ровно столько сколько поршней и собственно говоря всего вы тут поставить это все зависит от вашей фантазии такие вот дела но я не делал обзор на это потому что считал что ну знаете такое себе удовольствие в конце концов ведь как бы подойти к этому устройству и взять оттуда нужные нам ресурсики это довольно сложное занятие но не всегда это удобно ребята вот как я думал но встретил у октомус кстати данный проект от октомус называется regalit harvester платформ неплохая такая штука которая имеет кстати говоря данное устройство она будет не на 360 градусов вокруг себя она будет конкретно по дуге вот такой вот раз два раз два раз два раз два и так далее и сейчас мы увидим в работе данного монстра монстрика давайте попробуем его запустить шушка то за лямки тянуть то что 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 же так что выключаем включаем вот бур это кстати необходимо сделать первую очередь и затем нажимаем единичку у нас панелька есть и данное устройство будет буквально вот так вот рыть вокруг борозду и пока он будет рыть мы будем говорить о том как принципе она устроена и тут следующая кнопка это включение коннектора и водородного движка я так понимаю октомус очень любит водородные движки у нас есть водородный движок на случай наверное если у вас все будет плохо с соль ну с ресурсами имеется ввиду с вот допустим с батарейкой и так далее но на самом деле данная станция довольно неплохо работает по моему на солнечных панелях тоже вот так что вот такая вот крутая панелька то есть такая крутая станция которая будет рыть вам ресурсы и внимание внимание к ней можно подъезжать коннектиться и сливать ресурсы любом другом случае вам пришлось бы либо подлетать либо поставить сверху коннектор такое подлетали брали улетали и мне например такая идея не очень нравилась поэтому я не делал видео об этом но давайте же конкретно к этому проекту как он построен каким образом вы скажете тут наверное скрипты а вот нет тут нет скриптов самое интересное что тут вообще скриптов нет тут есть огромное количество этих как они называются таймер блоков до таймер блоков наверное некоторым известно что благо таймер блоки в принципе тоже являются собою возможной средой для задания некоторых очень простых программ или задействование некоторых прав последовательности я бы сказала не программа именно последовательности например данные скажем таймер и работают на то чтобы вот включался реверс нашего главного ротора то есть он включается он движется тут поставлены пороговые значения для данного ротора то есть пороговые ну например он дальше вот этих градусов то есть в эту сторону уже идти не будет он останавливается и затем у нас таймер включает реверс при том таймер включает реверс как только пройдет некоторое время когда совершится вот этот вот полукруг или чуть больше чем полукруг короче тогда он включает обратную программу реверс то есть по времени все выверено именно что вот так это и работает помимо того тут есть таймеры которые включают поршни раздвижение на некоторую длину потом вертикального поршня и так далее и тому подобное то есть думаю с этим все понятно вот как просто тут все устроено на самом деле я бы не сказал что просто потому что здесь есть сложности давайте посмотрим какие же сложности тут есть смотрите раз так раз два три 4 5 6 7 7 таймер блоков которые задают программы вот точнее которую в которых задана программа давайте посмотрим что за программы тут все просто блок старта так тут у нас идет блок старта различных других таймеров то есть тут некая такая схемка присутствует по-любому то есть таймер блоки которые влияют на оси x таймер блоки который влияет на ось и y и задействует определенные как бы поршни в каком нибудь в таком нужном направлении принципе все понятно и просто казалось бы да но например я немножко не удовлетворен на данной идеей почему потому что я бы например эту платформу сделал вы немножко по-другому честно например согласитесь что область бурения которая показана здесь мягко говоря маленькая то есть ну нам нам же муж евреи нам нужно побольше ресурсов он реально нужно очень много ресурсов там миллионами и так далее и тому подобное и для того чтобы выкопать миллионами ресурсы соответственно нам понадобится больший радиус не так ли больший радиус большая возможно глубина потому что тут одной поршней как ты не особо отделаешься не не особо как туда такое хотелось бы взять просто тупо поставить данную станцию где-нибудь посередине всей вот этой вот видите эти черные пятнышки посередине этих пятнышек вон там дырение огромную выкопал миллионов ресурсов более того было бы вообще великолепно если он отсортировал бы это все понимаете отсортировал бы вот тогда этому цены не было бы вот реально тогда этого цены не будет но но еще раз но не тут то было игровые нюансы нам помешают это сделать помешает нам сделать это с особым изяществом и качеством именно по этой самой причине я планирую создать некая свою добывающую станцию конечно я буду использовать идеи дорогого товарища октомуса спасибо ему большое за данный проект я буду использовать схему и скажем схемы схемы управления поршнями скорее всего это будет нужно и интересно но на самом деле на это тратится огромное количество времени чтобы сделать адекватную такую штуку потому что смотрите сколько функции я приписал помимо того что он будет нормально работать он еще будет большую территорию порыть больше рисиков добывать глубже добывать то есть как минимум хотелось бы два три раза больше площади и это вам ваш покорный обеспечит и научит кстати говоря как сделать вот с такой платформой и без такой платформы то есть чтобы можно было подъезжать на машине а это очень важно либо 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 как сделать так чтобы у нас тут а был подъеду спуск вниз на трубах то есть в проекте и выход откуда-то где-нибудь вот здесь то есть отсюда торчит коннектор вы просто подъезжаете и чпок-чпок всасываете в себя все что нужно единственный минус этих станций заключается то в том что они готовы для работы на равнины и местности вы не поставите их в горах например вот где-нибудь там ресурсы в горах вы упали с капсулы на горы и добывая теперь там ресурсы не понятно что с гор надо убираться но тем не менее а вот такие вот нюансы но мы конечно об этом всем подробно поговорим уже в кайдах скажем в кайдах строительных как строить станцию и так далее и тому подобное ну а сейчас я хочу подвести итоги и как всегда основную информативную часть своего видео я хочу оставить наконец я работаю над тем чтобы не мельтешить камеры потому что знаю как некоторых из вас это беспокоит я вижу что ноги моего космонавта внутри текстуры такое ощущение что он стоит в молоке в таком знаете вот сетчатом молоке с такой текстуры странная текст странная текстура молока короче да новости о том что также еще одна причина по которой я вчера не мог опубликовать видео помимо помехов лагов и прочего дело в том что друзья я делаю следующую серию гайдов по инженерам основных гайдов по инженерам и там был такой момент что материала много материала много скорее всего гайд выйдет 20 минутный и он будет интересен уже не только для совсем новичков но он будет интересен также для тех кто любит выживать потому что там будут затронуты основные логики того что делать блин когда твоя капсула только приземлилась и смотришь вокруг и не понимаешь делать а ты уже блин только первый раз начал играть а то и не первый а то второй третий короче но лично у меня например человека который долго не играл в инженеры вернулся и начал играть а после того как обновы прошли до летний не было немножко удивительно то есть немножко логика игры поменялась не так как раньше да нам если вы помните нам раньше давалось не капсула для выживания какой-то огромный такой пепелац на котором мы летали приземлялись начинали добывать но сейчас все по-другому сейчас нам немножко задачи усложнили как с нуля мы будем делать я не удивлюсь если в наш рюкзак в будущем добавят маленькие рефайнеры и маленький этот как его сборщик но тогда нам вообще ничего не надо будет у нас просто плюс тупо выплюнут на планету и иди жри деревья и выживай такие новости так что все все это будет ну а так с вами был лобли морра подписывайтесь ставьте лайкосики а также если вы хотите помочь мне пишите в комментариях дорогие друзья почему в этой игре все время как только я запускаю инженеры меня выкидывает в синий экран да друзья инженеры почему-то выкидывают мой новый пк на синий экран смерти этого не происходит ни с одной игрой только с инженерами это очень и очень странно это еще одна причина по которой я не очень охотно снимаю эту игру и это происходит уже последние скажем последний месяц я не обращал раньше на это внимание но сейчас как говорится стоило бы обратить внимание будет хорошо если вы на письме напишите об этом в комментариях знатоки я думаю те у кого тоже был такой случай они могли это исправить и так далее и тому подобное ну что ж до скорых встреч дорогие друзья с вами был дурли мор и всем пока пока